Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Алексея Алексеева. Расскажите, пожалуйста, про приспосабливаемость животных к ядам. Например, как варан может выдерживать много укусов змей. Ну что ж, давайте попробуем разобраться. Ну, на самом деле, если говорить о варане, то варан, в общем, и сам не прост. Долгое время считалось, что вараны не ядовиты, что просто их ротовая полость содержит огромное количество разнообразных микроорганизмов, которые выделяют токсины. И когда варан кусает, то, соответственно, через какое-то время животное или человек, которого укусил варан, в лучшем случае заболевает, а в худшем случае погибает. Но в последнее время было выяснено, что на самом деле у варанов, в частности, например, у комодского варана, а также еще у полутора тысяч видов ящериц, в слюне присутствуют ядовитые вещества. Они могут вызывать онемение тканей или могут вызывать нарушение свертываемости крови. То есть на самом деле у них яды есть, и они сходны по своему составу с ядами змей. Просто значительно меньше концентрации, чем у ядовитых змей. Считалось, что ядовитые змеи произошли от единого общего предка, и произошло это около 100 миллионов лет тому назад. Но вот новые исследования ящериц навели ученых на мысль о том, что ядовитыми были общие предки змей и ящериц, которые жили на Земле порядка 170 миллионов лет тому назад. То есть ядовитость появилась у рептилий довольно давно. И надо сказать с полной ответственностью, что змеиный яд это настоящий шедевр эволюции, потому что это очень сложный коктейль. Он состоит из большого количества разных белковых соединений. И это не какой-нибудь простой яд, типа хлора или иприта, который действует достаточно топорно. На самом деле разные компоненты змеиного яда действуют на разные системы. Одни могут действовать, например, на нервную систему, другие влиять на мышцы и внутренние органы. Третьи, например, разрушать клеточные оболочки. И вот эти коктейли, как правило, они сформировались на протяжении миллионов лет эволюции и направлены на определенные конкретные объекты. Ну вообще зачем змеям яд? Во-первых, конечно, яд способствует удачной, успешной охоте, потому что яд позволяет животное обездвижить. Через некоторое время животное погибает, и змея может спокойненько это животное заглотить, потому что змеи не откусывают, в отличие от млекопитающих, от своей добычи, а заглатывают добычу целиком. Мало того, давайте вспомним, что на самом деле ядовитые железы – это видоизмененные слюнные железы. И помимо компонентов ядовитых, там также есть и ферменты пищеварительные, которые помогают переваривать добычу. То есть змея кусает, яд попадает в тело жертвы, и уже начинается такое первичное переваривание добычи. После этого змея заглатывает добычу, и уже переваривание продолжается. То есть, в общем-то, яд – очень удобная вещь для змей. Но эволюция, она же идет сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, у змеи появляются яды, которые помогают им успешно охотиться, умручлять или обездвиживать добычу определенную. А с другой стороны, нередко бывает, что у тех животных, на которых они охотятся, вырабатываются различные способы защищаться от этого яда. Каким образом это может происходить? В крови этих животных появляются определенные белки, которые защищают и нейтрализуют воздействие яда на организм животного. Известно, что такой высокой устойчивостью к змейному яду отличаются, например, наши обыкновенные ежи. Но, правда, здесь все наоборот. Не змеи едят ежей, а ежи едят змей. И, конечно, съесть змею, например, ядовитую гадюку, это не очень просто. Скажем, еж это не самый проворный зверь. И поэтому, да, с одной стороны, его, конечно, защищают колючки на спине, но с другой стороны, нужно быть довольно умелым охотником, быстро, стремительно двигаться для того, чтобы змея не успела ежа укусить. И, тем не менее, если все-таки такое случается, и гадюка ежа кусает, еж гораздо более устойчив к яду гадюки, чем другие животные примерно такого же размера. Но, например, в 40 раз более устойчив, чем морская звинка. Почему так произошло? Потому что на протяжении длительного времени, на протяжении долгих лет эволюции, постепенно выработалась действительно такая устойчивость. Появились белки в крови, которые снижают действие яда. Надо сказать, что яд у гадюк, он обладает таким геморрагическим действием, вызывает многочисленные кровоизлияния в теле жертв. И вот это вещество как раз позволяет снизить воздействие яда на организм ежа. Если говорить о других животных, которые устойчивы к яду, конечно, нельзя обойти медоеда стороной. Потому что это действительно удивительный зверь. Его называют еще метовым барсуком. Это представитель семейства куних. Зверь очень сильный, абсолютно бесстрашный, который, несмотря на то, что называется медоедом, все-таки прежде всего, конечно, питается змеями, но и другими различными позвоночными небольшими животными. Причем нередко он нападает на кобр. И даже в том случае, если кобра кусает медоеда, это приводит лишь к тому, что на некоторое время сначала у него начинаются судороги, потом он впадает в кому, создается впечатление, что медоед умер. Но на самом деле это не так. Примерно минут через 40 медоед встанет и сначала на покачивающихся ногах, а потом довольно бодро побежит по своим делам. У него действительно выработалась очень устойчивость высокая именно к яду кобри. Здесь важно, что часто устойчивость к яду вырабатывается у животных именно к яду тех змей, которые обитают с ними в одной и той же местности. Если животные живут в разных областях, то, скорее всего, такой устойчивости не будет. И животное будет страдать от яда змей так же, как и все прочие. Пожалуй, самой высокой устойчивостью к яду змей обладают опоссумы. Не покидай меня! Кто прикроет меня в драке? С кем же теперь я буду всех доставать? Кто теперь будет кататься со мной в навозе? Удивительный совершенно этот феномен, потому что они оказываются вообще очень устойчивы к самым различным токсинам. Это не только яды змей, но, например, ботулотоксин, очень опасный для человека. И вот оказывается опоссумы устойчивы к разным ядам. И сейчас ученые изучают причину этой высокой устойчивости, выясняют, какие конкретные белки в крови позволяют этим животным быть устойчивым к ядам для того, чтобы использовать их и производить, например, какую-то суперсыворотку, которую можно было бы защитить от укусов, от ядов самых разных ядовитых животных. Если говорить о ядовитых змеях, стоит упомянуть об одной из самых ядовитых змей. Это австралийская змея, называется она тайпан. Её яд – это какой-то ужасный совершенно коктейль, обладающий поражающим действием на огромное количество животных. То есть одной дозой яда можно убить порядка полутора миллионов мышей. И вот возникает вопрос, зачем вообще необходимо, какая необходимость существует для того, чтобы иметь такой мощный яд, хотя можно убить добычу гораздо более меньшим количеством яда. Но это вопрос пока, наверное, не имеет своего ответа и, может быть, в будущем мы ещё об этом что-то новое узнаем. Ну и надо сказать, что яд – это довольно затратная штука. Для того, чтобы произвести дозу яда, необходимую для того, чтобы убить добычу, змея затрачивает очень много энергии. И учёные даже изучали, насколько сильно повышается метаболизм змеи для того, чтобы восполнить запас яда, который был потрачен. И вот у некоторых змей метаболизм в течение трёх суток повышается на 70%. То есть это можно сравнить с затратами бегуна, который бежит марафонскую дистанцию. То есть столько сил надо затратить, столько надо затратить энергии организму для того, чтобы восстановить ту дозу яда, которая была уже потрачена. Ну что ж, друзья, спасибо! Надеюсь, я ответила на вопрос. Присылайте и пишите в комментариях нам свои новые вопросы, а мы будем стараться найти на них интересные ответы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok